10 фактов о презервативах Номер 10 Первое представление презервативов было обнаружено в пещере Франции в виде наскальных рисунков, сделанных 15 тысяч лет назад. А старейший сохранившийся презерватив был найден в Лунде, Швеция. Он сделан из свиной кишки и является многоразовым в использовании. С ним также было руководство пользователя, написанное на латыни, которое рекомендовало мыть его в теплом молоке во избежание заболеваний. Номер 9 В Соединенных Штатах было время, когда презервативы можно было приобрести только по рецепту врача. Доктора выписывали рецепты на презервативы мужчинам, которые часто были в компании проституток. Но если ты знаменит, презервативы принесут тебе сами, как и большинство других вещей, если вы известны. На Олимпиаде в Сочи спортсмены в Олимпийской деревне получили 100 тысяч презервативов. А подсчетом на каждого спортсмена приходилось 35 презервативов. Номер 8 В 16 веке в Италии человек по имени Габриэль Фаллопио первым провел испытания с использованием льняных оболочек. Их вымачивали в химическом растворе, сушили и использовали для покрытия головки полового члена. Эксперимент проводился с участием 1100 человек и показал, что люди не заболели сифилисом. Я не уверен, что эксперимент был очень приятным, учитывая ставки. Номер 7 Номер 6 В 1600 году презервативы, изготовленные из кишок животных, были сначала доступны для широкой общественности. Но из-за их стоимости они многократно использовались повторно. А стоимость одного презерватива была эквивалентна нескольким месяцам заработка проститутки в Соединенных Штатах. Изобретение вулканизации резины Чарльзом Гудьер в 1844 году произвело революции в индустрии, что сделало возможным массовое производство дешевых презервативов. Но они не были доступны по всему миру, так как резиновые изделия портились при долгом путешествии по морю, а срок их него хранения был 3 месяца. Поэтому более толстые презервативы многократного использования оставались обычным явлением в Новой Зеландии в 1950 году. И в Японии во время Второй мировой войны многие из женщин, которые работали в борделях, отмечали, что наиболее унижающей работой была чистка презервативов в конце рабочего дня. Номер 5 В настоящее время наиболее испытанной формой контроля над рождаемостью является презерватив. До этого были разнообразные, гораздо более увлекательные методы контроля рождаемости. В Европе в средние века женщинам было рекомендовано носить яички ласки на бедрах. Также считалось, что женщина может избежать беременности, пройдя 3 раза вокруг места, где мочилась беременная волчица. Но самый опасный способ происходит из Старого Китая, где женщины пили ртуть или свинец. Технически это было эффективно, но кто принимал участие в этом, либо умерли или стали стерильными. Номер 4 Были даже памятные презервативы «Королевская свадьба». Сами подумайте, что может быть лучшее для празднования свадьбы принца Уильяма и принцессы Кейт. Номер 3 Средний современный презерватив может вместить в себя 4 литра воды. Их репутация, удивительная прочности и силы, вообще универсальности привела к использованию для других целей. Солдаты используют их, чтобы защитить свое оружие от песка и воды. Они даже могут быть использованы как жгут при первой помощи или для рогатки при охоте на дичь. Индийское правительство начало распространять бесплатные презервативы для борьбы со спидом и быстрого увеличения населения. Но многие из получателей нашли для них другое применение. Так, медицинские работники утверждают, что дорожно-строительные подрядчики презервативы смешивают с бетоном и смолой, тем самым создавая трещиноустойчивые гладкие дороги, в то время как ткачи используют их для смазки и полировки ткацких станков. А в сельской местности жители используют презервативы как одноразовые контейнеры для переноски воды. Номер 2 Сексуальное здоровье и предотвращение беременности стало приоритетом развития презерватива. Производителям удалось убрать клеймо приравнивания презерватива с менее приятным сексом. 1990-е годы было десятилетием, когда появились ароматизированные варианты и разные вариации и комбинации смазок. Ребристые, шипованные, ультратонкие и даже светящиеся в темноте. Но пик прогресса сегодня – оригами-презервативы. Это новые презервативы для 21 века. Номер 1 Презерватив совершил долгое путешествие в истории человечества. От кишечника животного до резины. Новый большой шаг не за горами. Ученые работают над созданием невидимого презерватива геля, который затвердевает под воздействием повышенных температур. Давайте же перекрестим наши пальцы и будем надеяться, что наука побыстрее разработает данный продукт. И на этом все, друзья мои. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Макс на канале Тип Топ. Всем до скорого и пока!